О потерях российской армии, заявлениях командования оккупантов и ситуации на линии фронта. Все эти темы обсудим сейчас с представителем президента Верховной Рады Украины, членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Фёдор Венеславский с нами в прямом эфире. Фёдор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Фёдор Владимирович, так мы посмотрели только что сюжет о танковых потерях российской армии. На сегодня, согласно данным Генштаба Вооружённых Сил Украины, такой техники оккупантами было утрачено свыше 2500 единиц. Целые танки, как мы только что сказали, которые были брошены оккупантами в Харьковской области, уже помогают Вооружённым Силам Украины на линии фронта. Как вы оцените эти потери и что скажете об этих потерях? Ну, я думаю, что вы достаточно чётко характеризовали и политическую, и морально-психологическую, и экономическую эффективность наступления Вооружённых Сил Украины на Харьковщине, на Луганщине, когда действительно мы за счёт трофейных образцов вооружения пополнили существенно нашу бронетанковую часть, бронетехническую, скажем так, часть Вооружённых Сил Украины. Конечно же, эти потери для Российской Федерации являются очень ощутимыми, и не зря наше главное управление разведки и наши западные партнёры постоянно дают информацию о том, что россияне вынуждены снимать с складов, с арсеналов длительного хранения старые, фактически советские, 50-х, 60-х годов разработанные танки и иные бронированные машины. Поэтому тут всё очень хорошо сказано. Я думаю, что и морально-психологическое поражение под Харьковом на Харьковщине для первой танковой, гвардейской, хвалённой армии станет, наверное, таким ударом, который, я думаю, и за 8 лет, как вы говорили, или за десяток лет, навряд ли, можно будет восстановить, поскольку вот этот, знаете, страх и боязнь того, что это может повториться, а это повторится ещё не раз, она будет передаваться на, я уверен, генетическом уровне для следующих представителей Вооружённых Сил страны-агрессора. Пётр Владимирович, давайте ещё раз с вами посмотрим короткое видео, оно снято, было помощниками депутата Госдумы от Забайкалья Гурулёва. Он ходит по заводу в сопровождении своей свиты по цехам этого бронетанкового ремонтного завода под Читой. И в частности, этому заводу, как вы уже сказали, государство приказало в течение трёх лет модернизировать старые танки, 800 штук, Т-62. Давайте послушаем и вернёмся к обсуждению. Гурулёв говорит, техники набили, наколотили, много техники потеряли. По сути, такое признание и критика в России попадают под статью о дискредитации и фейках о Вооружённых Силах Российской Армии. Но, как видим, в автозак Гурулёва никто не отправляет смельчак. Он и войну называет войной, а не спецоперацией. Он говорит, в первые месяцы войны много техники потеряли, побили. Фёдор Владимирович, вот таких ведь танков... Хорошая идея написать заявление в их Следственный комитет о возбуждении уголовного дела за дискредитацию российских Вооружённых Сил. Да, вот если говорить об этих танках Т-62-61 года, насколько он эффективен в современной войне? Ну, смотрите, тут говорить однозначно о том, что эти танки морально застарелые мы, конечно, можем. Но при модернизации и при оснащении их средствами динамической защиты, над чем, в принципе, трудятся и их оборонные предприятия, и мы также наши танки пытаемся модернизировать и модернизируем именно при помощи современных разработок, повышая их устойчивость, жизненность на поле боя и ихнюю боевую мощь. То есть, по большому счёту, орудия в этих танках, они достаточно надёжные, и они способны причинить, к сожалению, много вреда на поле боя. Поэтому недооценивать врага мы не можем, но, тем не менее, то, что они пересаживаются из своих валённых современных танков на танки, произведённые в середине прошлого века, это показатель того, что мощь российской армии, хвалённая, она уже понятна не только для западных экспертов и для наших военных экспертов, но также и для их граждан, которые открыто говорят о том, что, к сожалению, другого ничего нету, нужно восстанавливать вот эти устаревшие образцы вооружения. Фёдор Владимирович, давайте обсудим с вами ещё заявление Сергея Суровикина, нового командующего оккупационными войсками в Украине. Как вы считаете, почему он решил заговорить, да ещё и рассказал о напряжённом положении на фронте, и почему решили россиян сейчас предупреждать о непростой ситуации? Стоит ли верить этим всем заявлениям? Я думаю, что преображение командования российских оккупационных войск в Украине и предоставление возможности главному военному начальнику оккупационных войск высказывать какие-то свои мнения о ходе войны или с их точки зрения военной операции, оно является составляющей более широкого информационного сконтакт-поля. Тут и указ президента Путина о введении военного положения на территории временно оккупированных областей Украины, и введение особых правовых режимов во всех приграничных с Украиной областях, и немножко мягче, но тоже особых правовых режимов во всех регионах центральных и южных Российской Федерации, оно фактически является, с одной стороны, констатацией факта, что всё идёт точно не по тому плану, который 23-24 февраля и в первые месяцы войны озвучивали с экраном телевидения и в публичных выступлениях руководителей Российской Федерации. С другой стороны, они понимают, что остановить вооружённые силы Украины от освобождения наших территорий они, в принципе, уже не могут, и пытаются мобилизировать максимальные и экономических, и людских ресурсов для задействования в этой войне. Но вот эти заявления о том, что ситуация непростая, что, возможно, придётся каким-то образом действовать в экстраординарных обстоятельствах для оккупационных властей, и эвакуация граждан с территории Херсонской области, оно всё чётко демонстрирует, что враг понимает неизбежность оставления Херсона и Херсонской области от своего присутствия. Ну, кроме всего, Суровикин и коллаборанты из Херсонской области вчера заявили, что украинские силы обороны якобы решили ударить по Каховской плотине. Фёдор Владимирович, давайте вот развеем миф, что вот такое гидротехническое сооружение может быть разбито какими-то артиллерийскими снарядами или просто какими-то снарядами. Ведь это только в фильмах, оно трещит по швам, и вода пошла куда-то на город. Ну, во-первых, для Украины точно нет никакого смысла разрушать свою инфраструктуру собственную. Это может делать только террористическое государство, которым является Российская Федерация. И слава Богу, что уже в Европе начали признавать и открыто говорить о том, что режим Путина – это террористический режим. И средств поражения, как вы правильно отметили, кроме как закладывания очень большого количества взрывчатки для того, чтобы разрушить такое фундаментальное, скажем так, сооружение, которое строилось с очень большим запасом прочности. И я хочу напомнить, что это те гидротехнические сооружения, которые строились в Советском Союзе, который готовился к потенциальной войне с мощным противником, с западным противником, с НАТО. И многие сооружения, даже такого инженерного плана, они были рассчитаны на прямое попадание очень мощных боеприпасов, которые в принципе в Украине на сегодняшний день, ну в принципе нет, это должна быть какая-то ядерная бомба тактическая для того, чтобы причинить вред таким серьезным сооружениям. Поэтому я думаю, что обоснование или подготовка общественного мнения к тому, что вроде бы или гипотетические вооруженные силы Украины могут атаковать такое сооружение является, наверное, попыткой подготовить себя к возможному именно такому сценарию действий с своей собственной стороны, я имею в виду с оккупационных властей Российской Федерации. Федор Владимирович, а что дальше будет? Этот ведь поток куда хлынет? Ну, во-первых, этот поток хлынет по череде каскадов, плотин. И я бы не стал рассматривать этот вариант. Самое интересное, что он не нужен и для Российской Федерации, по большому счету, если они хотят или пытаются подавать воду в Северокрымский канал для снабжения оккупированного Крыма водой украинской. Потому что это одна из целей войны, которую развязала Российская Федерация, понимая, что хозяйство Крыма без нашей воды Днепровской они не могут поднять. Но это все является очень взаимосвязанными составляющими частями сложнейших плана гидротехнических сооружений. И поэтому любые действия с Каховской плотиной, они, наверное, сделают невозможным и снабжение Северокрымского канала водой. То есть правильно мы понимаем, что это больше сейчас некое психологическое давление на жителей тех районов, которые живут недалеко от Каховской ГЭС, для того, чтобы они действовали и участвовали в этой фейковой эвакуации, а по сути принудительной депортации наших граждан на левый берег Днепра. Не всякого сомнения, по моему убеждению, любые манипуляции с возможностью разрушения Каховской ГЭС являются элементами мощнейшей психологической войны, которую ведет Российская Федерация с первых дней. Но мы это с вами должны прекрасно понимать. И вероятность того, что даже они взорвут эту плотину, я думаю, на сегодняшний день очень маленькая. Федор Владимирович, спасибо вам большое за эти комментарии, за этот разговор. Федор Венеславский, представитель президента Верховной Ради Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, был с нами в эфире «Фридема». Спасибо.